Сетка Bootstrap 4 Также использовать сетку Bootstrap и выделять ее для разбиения контентной части на какие-то дополнительные блоки, на дополнительные колонки. Это могут быть колонки под какие-то услуги, например, под какие-то картинки галереи, например, и так далее. В общем, все это мы с вами еще будем проходить на практике. Ну и в данном уроке мы продолжим работать уже с сеткой, именно с кодом, с версткой. И прежде чем приступим, пару моментов, которые я упустил, но на которых стоило бы остановиться. Во-первых, поддержка браузеров. В документации здесь мы можем увидеть раздел Browser and Devices. И здесь же мы можем увидеть, что Bootstrap 4 работает со всеми современными браузерами, включая поддержку Internet Explorer 10 и 11, 10 и 11 версии, ну и само собой Microsoft Edge. То есть, все, что ниже 10 версии, Internet Explorer Bootstrap 4 работу с ним не поддерживает. Если вам нужна поддержка, допустим, девятой версии Internet Explorer, то, соответственно, Bootstrap 4 вам здесь не подойдет, и вы можете использовать в таком случае Bootstrap 3 версии. Здесь же вы можете найти таблички по мобильным девайсам, соответственно, вот здесь вот браузеры и платформа, на которой они работают. Android, iOS, Windows 10 Mobile, что поддерживает, с какими устройствами, с какими браузерами поддерживает работу Bootstrap 4. То же самое касается десктопных версий браузеров. Этот момент, я думаю, понятен. Ну и, возвращаясь к сетке, стоит еще упомянуть такой момент, что сетка работает, ну, в принципе, здесь в документации написано, что сетка работает на флексбоксах. Вот первое, что здесь написано. В отличие от сетки Bootstrap 3 версии, где разбиение на колонки, обтекание колонок реализуется с помощью стандартных флотов CSS. В Bootstrap 4 флотов нет, используется уже модель флексбокс. В принципе, я думаю, это вы знали и до этого. Так, ну и давайте приступать уже непосредственно к работе с сеткой в коде. Ну и с чего мы начнем? Пожалуй, начнем мы с поведения контейнера на различных брекпоинтах. Напоминаю, брекпоинты – это контрольные точки, которые представлены вот здесь, вот в шапке данной таблички. Ну и посмотрим, как себя ведет контейнер на различной ширине экрана. Значит, наш стартовый шаблон. Единственное, что я сюда добавил, так это вот один стиль. Для того, чтобы подсвечивать колонки для удобной работы в дальнейшем. И наглядно, чтобы было видно, сколько места конкретно занимает та или иная колонка в нашей верстке. Вот я взял такой вот класс. Я его ниоткуда не придумывал. Вот здесь, если вы посмотрите, есть примеры Bootstrap. И здесь я просто-напросто взял класс вот отсюда. Единственное, я поменял цвет. У нас цвет будет чуть-чуть потемнее, чем вот здесь, вот в примерах Bootstrap. Итак, давайте приступать. Значит, Hello World я уберу. Здесь создам класс BS. Вот он, этот самый класс, сокращенно от Bootstrap. Вот, в который и оберну наш контейнер. Вот так. Собственно, больше ничего я здесь писать не буду. Ну, или для примера просто давайте напишу 1, 2, 3. И откроем в браузере наш данный пример. И посмотрим, как же он работает. Также я открою в Firefox, нажав комбинацию клавиш Ctrl-Shift-M. Вот такую вот панельку для удобного тестирования отлавки кода на различных устройствах, на различной ширине экрана в браузере. Ну, и посмотрим, какова же ширина контейнера при ширине экрана 1200 пикселей и больше. Вот здесь вот, в принципе, я уже говорил, да, вот здесь вот она уже обозначена 1140 пикселей. Сюда уже включены размеры отступов 30 пикселей по 15 пикселей слева и справа. То есть, реальная ширина контейнера 1110 пикселей получается, плюс 30 пикселей отступов и получаем 1140 пикселей вместе с отступами. Вот здесь вот, если я сделаю чуть побольше, вот, мы видим, что у нас произошло такое вот здесь изменение, произошло, да, и в силу вступил медиазапрос MinVid с 1200 пикселей и ширина контейнера, вот у нас максимальная, стала 1140 пикселей. При этом, если мы посмотрим в разметку, то вот они 1110 пикселей, плюс 15 пикселей падинги слева и справа, и, соответственно, мы получаем искомое 1140 пикселей. Когда мы начинаем сужать экран, то мы видим, что при разрешении, при ширине экрана, точнее, менее 1200 пикселей, у нас контейнер занимает уже 960 пикселей, максимальная его ширина. То есть, то, что мы здесь вот видим. Соответственно, если мы продолжаем уменьшать и переходим к следующей контрольной точке, которая у нас меньше 992 пикселей, то мы видим, что ширина контейнера должна стать у нас 720 пикселей, что, собственно, и происходит вот таким медиазапросом. Ну и для маленьких устройств от 576 до 768 у нас ширина контейнера тоже, соответственно, будет уменьшаться и составлять 540 пикселей. Ну и все, что меньше 540 пикселей, плюс 576 пикселей, прошу прощения, это у нас уже контрольная точка Extra Small. И здесь, соответственно, ширина контейнера, это стандартная ширина DIVA, то есть 100%. Ограничений нет. Вот так вот себя ведет контейнер. Ну и теперь давайте двигаться по примерам. Здесь, собственно, в документации вот все разбито на вот такие вот подразделы. AutoLayout Columns, Responsive Classes, Alignment и так далее. Соответственно, я планирую вот так вот идти по документации и каждому подразделу по возможности выделять по одному уроку, чтобы сильно их не растягивать и посмотреть каждый из примеров. И начнем мы с колонок одинаковой ширины, equal width. Давайте так и запишем. Вот так вот. Так, контейнер. Давайте поставим заголовок и далее, собственно, наш row. И колонки одинаковой ширины нам позволяют реализовать такой себе класс call. Давайте мы попробуем здесь поставить этот самый класс call и внутри него просто какой-нибудь текст call. Посмотрим, что у нас получилось. И вот она наша колонка, которая занимает 100% ширины. То есть всю доступную ширину контейнера, ряда, занимает данная колонка. Автоматом она растянулась. Ну, в общем-то, она ведет себя как обычный div. Но, если мы поставим здесь еще одну колонку и сохраним, посмотрим, то в итоге мы должны получить уже две колонки. У меня немножко здесь подключатый. Наверное, пожалуй, отключу либо live reload. С ним, видать, проблемы. И периодически вот это вот с открытым инструментом для тестирования верстки. Live reload почему-то не работает у меня. Ладно, двигаемся дальше. Значит, когда я поставил две колонки, то мы видим, что они не расположились одна под другой, как можно было бы ожидать. А они просто-напросто делят всю доступную ширину пополам. Вот. Ну и, как вы, наверное, догадались, если я поставлю здесь еще одну колонку, третью, то мы увидим, что у нас они также расположились в рядок и делят всю доступную ширину опять-таки на равные части. То есть мы получили три колонки абсолютно одинаковой ширины в одном ряду. Ну и, как вы помните, мы оперируем, Bootstrap оперирует 12-колоночной сеткой. Поэтому можно было бы ожидать, что если мы здесь поставим 12 колонок. Давайте вот так их пронумерую, чтобы было видно, что у нас здесь именно 12 колонок. А если я поставлю 12 колонок, то мы в теории должны получить 12 колонок в одном ряду. Если мы обновим страничку, то увидим, что это действительно так. Мы получили именно 12 колонок. Все замечательно, все хорошо. И если вам нужно в одном ряду расположить автоматически какой-нибудь одинаковый контент, например, картинки какие-нибудь, либо что-то еще, не обязательно, может быть, 12 колонок, может быть, меньше, то вы вполне можете использовать класс Call. Но будьте аккуратны. Если вы строите какую-нибудь табличку или что-то похожее на нее, и вам нужны какие-то маленькие колоночки, вот как у меня сейчас 12 штук, либо больше, и при этом вы генерируете контент программно, например, с помощью JavaScript, либо PHP, проходите по какому-нибудь массиву и в цикле for each, например, и выводите вот такие вот классы Call, и ожидаете, что в одном ряду будет расположено 12 колонок, а следующая колонка будет перенесена, следующая, 13, 14 и так далее, будет находиться уже на второй строке, то вот здесь вот вы немножко можете ошибиться. Дело в том, что класс Call, он специфичен, он просто-напросто делит все доступное пространство на вот такие вот колонки, и их будет в одном ряду помещаться не 12, а больше. Я не знаю, сколько точно. Давайте я поставлю на стилучий по 16, и посмотрим, сколько же влезет в один ряд. Вот минимум 16 у нас влезло вполне. Если я поставлю 25, давайте, допустим, так, только разверну, конечно же. Вот, мы увидим, что у меня с вот таким вот контентом поместилось 24 колонки. Ну, 25 уже не поместилось, и она была перенесена на следующий ряд. Ну, понятно, если я здесь помещу какой-нибудь текст, не просто единички, а, допустим, вот так вот, слово call и номер через дефис, то поместится не 25, а меньше. Например, вот здесь поместилось 15. К чему я все это веду? Если вы ожидаете от класса call, что он будет делить ряд именно на 12 равных частей, то это не так. Он просто-напросто этот класс делит, занимает ровно столько места, ну, сколько ему доступно, да? Если доступно ему там все 100%, и он один в ряду, то он их и займет все 100%. Если ему, кроме него, еще есть один класс call, то он займет оставшиеся 50%, ну, и так далее. Вот, поэтому будьте с этим классом аккуратнее. И если вам нужно использовать данный класс, и чтобы в ряду было именно 12 ячеек, тогда вы можете использовать класс call.defis1. Таким образом, вы явно указываете, что в одном ряду вы хотите разместить именно 12 ячеек. Если мы сейчас обновим, то увидим это. Ну, здесь давайте я немножко call1 и поставлю номер, чтобы пронумеровать их. Вот, и мы увидим, что в одном ряду помещается именно 12 ячеек благодаря классу call1. Отлично. Двигаемся дальше. Я немножко, пожалуй, уменьшу здесь, чтобы у вас был этот пример. Давайте я поставлю здесь 3 ячейки. И не call1, а call. Так, хорошо. Дальше. Следующий пример, который мы рассмотрим, это установка ширины одного столбца. Вот, используя класс call, используя класс call, мы на класс MT5, пока внимания не обращайте, это класс bootstrap, мы его чуть позже будем рассматривать, но он просто задает margin top сверху. Так вот, установка ширины одного столбца. Если класс call, он автоматически забирает под себя некую доступную ему ширину, то, используя класс call1, либо, как вы нагадались, мы можем к нам единички ставить 2, 3 и так далее в пределах 12, указывая, сколько же колонок, сколько ячеек заберет под себя данный блок. Так вот, мы можем установить ширину одного столбца, используя вот такой вот самый класс. Например, вот таким вот способом. К примеру, мы хотим сверстать трехколоночный сайт, где будет один сайтбар, второй сайтбар и между ними контент. Если мы это сделаем вот таким вот способом, то у нас получится вот такая вот ситуация, где мы получили 3 равные колонки. Но контентная часть, как вы понимаете, она должна занимать побольше площади, чем сайтбары. Ну и примерно контентная часть равна, ширина контентной части должна быть равна ширине вот этих вот двух сайтбаров. Как нам в таком случае поступить? Да очень просто. Мы можем указать для контентной части нужную нам ширину. Call 6. Таким образом, мы говорим, что данная ячейка, данный блок должен занимать 6 частей 12-галлоночной сетки. То есть ровно половину. Оставшаяся половина будет равномерно распределена между двумя вот этими вот классами Call. И мы получим нужную нам штуку. Сайтбар один занимает, точнее давайте начнем с контента. Контент занимает половину ряда. И под два сайтбара отводится оставшаяся половина, которую они делят благодаря классу Call пополам. В принципе, можно подумать, что это решает проблему верстки каркаса трехколоночного сайта. На самом деле это не совсем так. И такой вариант использовать не очень удобно, поскольку если я сейчас сужаю кран, то мы видим, что происходит. У нас постоянно, насколько это возможно, делится ряд на три части. Хотелось бы, например, начиная с планшетов, чтобы у нас они складывались. То есть сайтбар занимал уже всю доступную ширину, контент всю доступную ширину, и второй сайтбар занимал тоже всю доступную ширину. Или возможно вы хотите, чтобы начиная с планшетов в одном ряду находились только сайтбар и контент, сайтбар второй переносился ниже, а начиная со смартфонов, допустим, чтобы у нас они все выстраивались друг под другом. В этом случае вот такой вот вариант, который мы с вами использовали, конечно же, нам не очень подойдет. И для его реализации, как его реализовать, мы рассмотрим уже в следующем уроке. Для его реализации используются как раз вот эти вот классы SM, MD, LG, XL и так далее. Но хорошо. Двигаемся дальше. Опять-таки по документации. И следующий пример, который я вам хочу показать, это содержание переменной ширины. Например, мы опять-таки верстаем пример, вот такой вот трехколоночный. Я просто для примера говорю, что это сайтбар 1, сайтбар 2. На самом деле для каркаса сайта пример не очень удачен. Но, допустим, мы верстаем в контентной части какой-нибудь три колонки. Вот для этого больше подойдет данный пример. Ну, условно, я называю сайтбар 1, сайтбар 2 и контент, чтобы было понятно. Понятнее. Итак, допустим, мы верстаем три колонки, при этом самая широкая должна занимать шесть частей. Давайте вот я скопирую данный пример. Самая широкая должна занимать шесть частей. Условно, мы ее называем контент. Далее. Вот эта вот часть должна занимать как можно больше оставшегося пространства. А вот эта вот должна занимать ровно столько, сколько ей необходимо. Сейчас у нас так не получается. Если мы посмотрим на то, что мы имеем, то мы увидим, что... Так. То мы увидим, что у нас собственно под сайтбар 2 отводится больше места, чем ему нужно. То есть хотелось бы, чтобы он где-нибудь вот здесь вот заканчивался. Вот здесь вот. Соответственно, вот это вот все оставшееся пространство, чтобы оно отводилось чуть больше под сайтбар 1. Как это сделать? Для этого мы можем использовать содержание переменной ширины. То есть мы можем использовать не просто класс кол, а кол авто. кол авто указывает, данный класс указывает, что данная колонка будет занимать ровно столько места, сколько ей нужно для показа содержимого. Ни больше, ни меньше. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем следующее. Под вторую колонку, под контент, у нас отводится 6 частей. Под третью у нас отводится ровно столько, чтобы показать вот это вот сочетание сайтбар 2. а все оставшееся место у нас уйдет под сайтбар 1. И в результате мы получаем вот такую вот картину. Если мы здесь поместим чуть больше контента, например, еще там пару слов, то данный второй сайтбар станет чуть-чуть побольше. Думаю, идея понятна. И переходим к следующему моменту. Это колонки одинаковой ширины в несколько строк. Давайте для примера мы возьмем вот этот вот. Вот этот вот. И, допустим, у нас вот 4 колонки в одной строке сейчас получится. Вот они. 4 равновенные колонки в одной строке. Но что, если мы хотим размещать в одной строке по 2 колонки? Например, мы в контентной части верстаем такую небольшую галерейку, в которой выводятся по 2 изображения в ряд. При этом мы в цикле выводим эти ряды и хотим, чтобы они выводились по 2 в ряд, а они у нас сейчас выводятся по 4 в ряд. Если у нас будет 5-6 изображение, то у нас они равномерно будут помещаться в один и тот же ряд. как нам решить эту проблему с текущим уровнем знаний. Мы могли бы это сделать вот таким вот образом. Вот так. В итоге мы получаем 2 ряда по 2 колонки в каждом. Проблема решена, но Bootstrap предлагает ее решить еще одним способом. Еще одним способом, а именно использовать специальный класс, который называется W100. W-100. Этот класс записывается вот так вот. Очевидно, он расшифровывается как WITS-100. То есть, данная колонка, данный блок точнее, он безусловно должен занимать 100% ширины. Что мы в итоге получаем? Мы в итоге получаем, что вот у нас идет автоматическая ширина двух колонок, то есть, они поделят между собой доступное пространство ряда, которым будет 100%. Поскольку следующий блок, он должен также занимать 100%, то есть, должен идти перенос уже на следующий ряд. Поэтому здесь будет два ряда, две колонки в ряду, и здесь две колонки в ряду тоже мы получим. Здесь 3 и 4. Давайте посмотрим. И мы получили нужное нам решение. Так, ну что же, пожалуй, текущий вариант мы с вами, кстати, вот он последний, equal width multi row мы с вами рассмотрели, и на этом текущий урок мы, пожалуй, будем завершать. И в следующем уроке мы перейдем к следующему подразделу, к следующим примерам, это responsive classes, то есть, классы для адаптивности. Итак, жду вас в следующем уроке. Игорь Негода.